Начало сентября принесло жителям нашего района немало приятных и долгожданных событий. Прозвенел первый звонок в новой школе, в которой будут учиться более тысячи ребят. Отпраздновали новоселье и славянские теннисисты. После капитального ремонта открылась спортивная школа «Юность». О том, в каких теперь условиях будут заниматься юные спортсмены и почему они с таким нетерпением ждали этого момента, смотрите в первом материале выпуска. Этого долгожданного события, официального открытия спортивной школы «Юность» славянские теннисисты ждали с особым нетерпением. Пока шел капитальный ремонт, им приходилось заниматься в других спорткомплексах, что не всегда было удобно. Теперь у них появилось собственное современное помещение, оборудованное специально для занятий настольным теннисом. Сейчас вот при таком спортивном комплексе у нас все дети в этом районе будут охвачены спортом и чем-то заниматься с утра до вечера. Школа, в которой воспитано не одно поколение славянских теннисистов, не функционировала несколько лет по причине аварийного состояния здания. Ситуация кардинально изменилась после обращения за помощью губернатора Кубани. Благодаря вниманию Вениамина Кондратьева к проблеме, которую самостоятельно решить району было не под силу, спортшкола обрела новый современный облик. Укреплены стены, заменены инженерные сети и кровля, оконные и дверные блоки, полностью отремонтирован фасад здания. По сути, построен новый объект. Общая стоимость работ превысила 55 миллионов рублей. Сегодня мы открываем с вами возле капитального ремонта спортивного объекта «Юность» с таким красивым названием. Все вспоминают о своей молодости, о своей старости, о паре и спорту, о желании заниматься спортом. Поэтому я вас всех поражаю, хочу сказать, что строители построили холодное здание из кирпича, наверное, метона из кирпича, а уже жизнь сильно подали Владимира Степановича и его командные ребята. Поэтому спасибо вам и прежде всего благодаря вашему балансу, благодаря вашим победам, наверное, и при поддержке гидратора Кубани, мы смогли отремонтировать этот объект. Мы его сохранили практически в первом здании, сохранили залы, сохранили спорт. Вот все то, что бы напоминало нам действительно о нашей юности и давало возможность дальше заниматься спортом, творить, работать и достигать результатов образования, и творчества, и, конечно, в вашем случае, в спорте. Поэтому всем спасибо всем праздникам. Председатель Федерации настольного тенниса Краснодарского края Игорь Носов выразил восхищение обновленной школой и той огромной работой, что была проведена по ее реконструкции, пообещав в следующий раз обязательно сыграть здесь в теннис. Спасибо. 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 . Субтитры делал DimaTorzok Многие из них уже добились больших результатов в спорте. Теперь их тренировки будут проходить ещё более эффективно. А значит, впереди новые победы и достижения, уверены юные теннисисты. Субтитры делал DimaTorzok Заниматься спортом, укреплять своё здоровье, используя, проводить время. В школе будут около 500 школьников. На базе юности, получившей после капремонта статус регионального центра развития настольного тенниса, а таких у нас в крае всего три, Краснодар, Сочи и Славянск на Кубани, будут проходить соревнования краевого и федерального уровня. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».